друзья всем привет в этом видео мы с вами не только распакуем вот эту вот посылку с полезностью для орхидей но еще я расскажу подробно как и покажу как три с половиной года назад подробно пересаживал вот эту вот орхидею в мох сфагнум как этот мох сфагнум и за счет чего я сохранял и подробно расскажу лекцию целую о том что такое фузариоз почему он происходит и как легко и просто предохранить свои орхидеи от этого нехорошего грибка который поглощает иногда при неправильном уходе наши орхидеи и так друзья прежде чем распаковать вот эту полезность я хочу вставить кадры сделанные мною три с половиной года назад но если быть точным три года и семь месяцев назад мы вместе с вами о пересаживали вот эту вот орхидеи чку в маховое гнездо а буквально позавчера мы тоже самое проделывали вот с этой вот уцененной орхидеи вот с этой вот красоткой и были вопросы а мне как сохранить вот этот вот мох как подробно пересадить в общем все 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 по поводу пересадки и я решил значит были сомнения даже такие вот я вот решил показать видео то которое она есть на канале она от 22 марта 2019 года о том как мы пересаживаем вот эту орхидею который сперва немножечко мы подрастили корни в инкубаторе и потом уже с небольшими корешками мы ее пересадили вот в маховое гнездо и вот в этих в этом видео я сделал вырезку на несколько минут которую сейчас вставлю и вы послушаете о том и посмотрите как пересаживают эту вот орхидею и как сохранить мог как можно дольше в том видео я предполагал что буквально там на год-полтора-два максимум пересажу ее но вот уже прошло три года и семь месяцев а орхидея балует ежегодно нас огромными вот такими вот букетами цветоносами мультифлорного цветения я вам ее постоянно показываю и вот в этом году она тоже опять доращивает старый цветонос и вот выпустила новый цветонос и вот у нее еще один старый цветонос это от прошлого тоже цветение прошлом по моему 2 было у нее цветоноса вот а в позапрошлом один но большой в общем друзья включая вам кадры посмотрите пожалуйста ее посадим в мох вот такой хороший вопрос тема и проблема вообще часто поднимаем и как сохранить мог то тем более что живого мха практически найти невозможно везде в магазинах продается мертвый а мертвый мог он не обладает теми антибактерицидными свойствами каким обладает живой мог и вот при посадке орхидеи в неживой мог можно продлить его но как бы качество его антибактерицидный мы не продлим он уже мертвый а вот продлить его влагоемкие качества и как можно дольше чтобы он не стал разлагаться и гнить прежде чем нарастет хорошая корневая система и чтобы прослужил там не два не три месяца а как можно дольше может быть год полтора и для этого хорошо нам друзья кстати вот посмотрите а такой вот по периметру у этого листочка вот такая полоса сдается мне что это именно варегатный как у сога вивьен знаете да почему потому что на какие-то болезненные проявления это совсем не похоже а вот именно такая вот окрас по периметру интересное это наверное что-то такое из пиларизма и друзья я буду использовать вот такой двойной горшок арте 06 литра а очень удобный для менюшек по объему а есть куда расти можно сократить на немножечко объем за счет слоя керамзита а у этого горшка случае если что-то не пойдет не так вот так достать а внутренние кашпо слить воду то есть очень удобно на мой взгляд друзья на мой взгляд опять же на мой взгляд удобно очень использование этих двойных горшочков для посадки мини орхидеечек в такую полу закрытую систему а я еще немножечко за миссию у муха сфагнума у меня вот таком а в боксе хранится мог сфагнум он в полувлажном таком состоянии он мертвый конечно на дно я кину крупный керамзит как всегда для того чтобы если а вдруг когда я погружу на мокрые пяточки чтобы равномерно через керамзит по волокна мха вода подымалась вверх но это друзья не сейчас а после пересадки я отдельно сниму видео как буду ухаживать за этой орхидеи и сейчас расскажу почему так вот чтобы продлить жизнедеятельность точнее влагоемкие качества этого мха чтобы он не разлагался нам в этом помогут такие средства как фитоловин это друзья антигрибковый и антибактериальный биологический такой своеобразный антибиотик он подавляет плохие бактерии и плохие грибочки которые именно и вызывают гниение разлагающиеся органики и и вот им раз в месяц можно опрыскать мох по поверхности в горшке и второе средство это триходерма помните я купил проходил случайно мне на глаза попало видео было с обзором полезности для орхидей из ашаны я шел и купил буквально за копейки триходерму и вы все спрашивали про нее как ей пользоваться как ее использовать и вот как раз при вот такой ситуации эта посадка в мог как раз мне поможет показать вам этот процесс как использовать триходерму в одном из будущих видео и вот а триходермой можно раз в две недели поливать мох 1 2 недели поливать мох раствор триходерму нужно готовить так чтобы до полива это настоялось сутки двое чтобы там разрослись такие полезные грибочки которые сохранят целостность мх и корней орхидеи но об этом сложа подробно расскажу в следующем видео сейчас я увлажню этот мог дополнительно потому что то что у нас остался от временной посадки этой орхидеи нам его не хватит вот дополнительно почему потому что будем уплотнять слегка этот мог чтобы корни орхидеи вокруг корней орхидеи был такой своеобразная знаете как бы влажная среда обязательно на поверхность керамзита небольшой тонкий слой муха такую кладу и сейчас как и в прошлом видео когда помните мы с вами вместе малявочки на временное содержание орхидеечки распаковывали и укутывали в маховые шубки вот примерно по такому же принципу сейчас я примерю примерю орхидейку по по высоте и вот кстати под попу орхидеи нужно обязательно друзья обязательно у нее что-то мне попа не нравится она такая с чернотой обязательно нужно что-то такое сейчас вот под попу орхидеи кладем какой-нибудь дыши дышащий а кусочек субстрата можно от в моем случае пеностекло можно древесный уголь от березы например для чего для того чтобы это компоненты которые не мокнут они на себе воду как бы не держит да они могут внутрь впитывать а да они создают определенную влажную среду но друзья они на поверхности как бы не держит воду то есть кусочки эти видите они не мокрые вода проходит как бы сквозь них почему не пенопласт как вы уже прочитали в титрах ни в коем случае друзья пенопласт не ложить почему потому что пенопласт многие этого не знают пенопласт он вызывает такую эти своеобразную фузариозную фузариозное увядание орхидеи очень активно я вижу как используют пенопласт другие блогеры а потом с недоумением пытаются лечить увядающие знаете такую похожую как на изюм орхидею когда она превращается в такую сморщенную в такую вот знаете как выжатую тряпочку как смоченную бумагу пожмянка но и смятую и вот такую потом долго мучаются не могут понять что это какой-то друзья фузариозное увядание орхидеи что такое фузариозное увядание орхидеи это друзья грибок такой фузариоз это грибок который попадает сосудистую систему растения а его продукт жизнедеятельности ну когда растет сам этот фузариум грибок фузариум он выделяет определенные экскременты скажем так который называется токсины вот эти токсины внутри растений закупоривают сосуды по которым движется вода и питательные вещества самой орхидеи и иногда не всегда а иногда вот эти вот они места где сосуды закупоренные где присутствуют эти экскременты этого грибка фузариоза токсины эти места становятся такого знаете а темно-бордового где темно-бордового цвета и с несимметричными пятнами по листьям по низу листьям по шейке и вот лечить фузариоз можно фундазолом и самое главное друзья это как бы самое главное лекарство для профилактики и лечения фузариоза это друзья проветривание почему потому что грибок фузариум заводится именно от парникового непрометри непроветриваемого сухого или влажного в том числе как бы пространство да и вот примерно то же самое да пенопласт вот это если взять например от живое тело или какие-то продукты обмотать в пленку да какой будет эффект по сравнению с тем эффектом если все то же самое обмотать в бумагу обла обмотать фольгу да вот мы продукты сохраняем что мы же не заматываем их в пленку потому что в пленке они закисают загнивают умирают протухают задыхаются в бумагу если завернуть продукты живу то то что самое происходит и в горшке когда мы суем корневую систему погружаем в эти пенопластовые куски проветривание не происходит то есть пенопласт он это пластик это химия он тоже разлагается пенопласт в отличие например от пеностерола до пеноплекса вот такая вот получается у нас посадочка и поэтому одним из лучших лекарств является против фузариоза это фундазол и профилактическое проветривание либо помещение посадка орхидеи в такой дышащий живой органический субстрат и вот мы вот кусочек этого пеностекла под попу орхидеи поместили вокруг аккуратно обложили мы мхом этот мох в дальнейшем вот посмотрите сейчас этими кусочками я уплотню по периметру горшка где будет скапливаться влага плюс этот мох я постараюсь немножечко укутать вокруг корней чтобы корни были во влажной среде и при этом мох он будет дышащий друзья а под попой будет пространство но это я сейчас все покажу вам аккуратненько вот так слой за слоем кусочек за кусочком укладываем мы этот мох чтобы знаете таким кольцом создать вокруг орхидеечки кольцом создать пространство влажное к которому будут из основания из шейки орхидеи тянутся корешочки вот как по примеру вот этого кори корешка и чтобы он не пересыхал друзья мы тоже его с вами немножечко прикроем хом мог хорош тем что несмотря на то что он сверху высыхает становится ломким внутри он сохраняет определенную влажную среду способствующую хорошему корне образованию стимулирует хорошему скажем атмосфере для корня наращиванию корней орхидеи вот так вот вот так вот аккуратненько но и все это дело делаем и вот в одних из следующих видео я похожу как мы будем обрабатывать этот мох триходермой как прольем его точнее опрыскаем фитоловином чтобы здесь не заводились никакие грибки и максимально продлим жизнь этой этому мху вот над ней видите я слой оставил керамзита на случай когда корни уже отрастут и помещу на мокрые пяточки вот такая вот получилась конструкция у нас очень хорошо и плотно сидит орхидеечка прям знаете как окурочка насестка такая вот в этом гнезде такой получил точно вот папа и получилось такое гнездо и вот там вот в этом гнезде как бы яичко до из пеностекла можно из уголька там дышит все пространство то есть завестись грибку там практически нереально тем более что мы вместе с вами будем профилактику делать и это все в одних из следующих видео я обязательно все подробно покажу расскажу вот такая вот красота и даже мне знаете с эстетической точки зрения такая посадочка очень и очень импонирует да вот такая вот лекция конечно с годами что-то какие-то моменты устаревают но все остается актуальным за исключением наверное препарата фитоловин которые стали больше и чаще подделывать а актуальность применения триходермы для продолжения жизни мха и его нормальной функциональной функциональных обязанностей она актуальна то есть триходермы на сегодняшний день очень и очень полезные средства для применения в органических грунтах не только для мха но и для орхидей посаженных в любой органический грунт включая там кору еще какие-то там мох другие какие-то компоненты да там как как кокосовые чипсы вот то есть триходерма на них можно применять кстати можно и для профилактики проливать и неорганический грунт грунт их замачивать орхидеечки в этой триходерме я думаю хуже не будет ну что вот такая вот орхидея друзья спустя три года и 7 месяцев и конечно же уже нужно давно пересадить у нее даже не вытаскивается вот этот вот внутреннее кашпо потому что корни поросли со всех сторон даже между кашпо я ее друзья кстати не раз а показывал эту орхидею которая называется мини ред лип вместе с орхидеей шанхай как я их обрабатывал триходермой и без каких-либо удобрений без каких-либо подкормок эти орхидеи всегда пышно и крупно радовали своим цветением так ну давайте теперь полезность вскроем посмотрим что там нам прислали вот вот такой вот друзья коробочек где-то у нас здесь должна быть не пойму где у нас здесь открывается не пойму друзья она наверное вот здесь да вот да точно здесь вот так вот довольно таки долго шла орхидея орхидея полезность это не орхидея это полезность так что у нас здесь хоп 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 вот он вот он вот он друзья а ну-ка а вот пошли вот друзья пакет 10 литров друзья 10 литров как вы уже видите самой самой полезности это мох сфагнум друзья мох сфагнум вот такой вот красавчик в живой живой но конечно не такой зеленый но прям вот свежачок можно так сказать смотрите какой хорош он влажный он влажный он прям такой знаете вот этот брикет весит почти 3 килограмма то есть я на бирочки посмотрел на почтовый три килограмма значит что с этим хом нужно сейчас делать я уже выпускал видео в котором рассказывал был у нас на канале как подружиться сам хом сфагнумом и рассказывал подробно как в него сажать как за ним ухаживать поливать и так далее там подобно и одно видео было как сохранять мох сфагнум я вкратце просто прям вот скажу значит те посадки которые мы планируем там в ближайший месяц 23 то можно вот этот влажный мог взять даже полгода а положить в какую-то емкость а вот в такую вот емкость и поставить в темное прохладное место мог будет долго вот в таком состоянии может быть вы помните видео в котором мы позавчера снимали вот это вот пересадку вот эту вот орхидею и я достаю вот этот мог это мог вот этот того же продавца у которого я купил этот мог и этому хуже наверно года два то есть он просто влажный находился вот в таком вот вот в таком вот боксе емкости но лучше всего друзья так долго не затягивать ну вот там до года он может храниться свеженький хороший мог если мы хотим на долгосрочную какую-то перспективу с запасом как говорится да то вот этот мог нужно разложить на вот такие вот маленькие жгуты вот небольшие вот такие вот прям вот ну вот такими вот колбасками разложить это друзья все на бумагу на газетку на какую-то поверхность проветриваю и просушить прям чтобы он был сухой и уже засушенный мог сфагнум можно в каких-то сеточках каких-то емкостях хранить не один год и он будет сохранять все практически свои полезные свойства в общем друзья вот такая вот сегодня информация я у меня мох закончился свежий у меня остался уже двух с лишним летней давности вот а в ближайшее время будем с вами применять этот мох в общем друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока